Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мы сегодня с вами поговорим о том, как идёт ваш проект. Сочестные закупки называется. Сразу хочу сказать, что вообще, на мой взгляд, ОНФ состоялась как такая солидная, большая общая национальная организация, или даже не организация, а движение, скорее всего. Потому что за словом «организация» всегда подразумевается какая-то бюрократия. Я хочу отметить, что у вас эта бюрократия минимизирована почти до нуля, и это очень хорошо. Вы делаете опору как раз на граждан, на людей наших, и это самая прочная опора, без всяких сомнений. Что касается вот этого проекта за честные закупки, то это чрезвычайно востребованная вещь, имея в виду очищение нашей экономики и социальной нашей жизни от всего, что нам мешает. Когда я говорю про экономику, то имею в виду борьбу, конечно, с коррупцией, которая подавляет любую экономическую активность. А у нас ещё очень многое нужно сделать по этому направлению. И улучшать инвестиционный климат, без борьбы с коррупцией это тоже невозможно. Когда всё отдают своим да нашим, то ничего хорошего, с точки зрения эффективности, никогда не получается. Вот в этой связи хочу сказать, что вы работаете по генеральной, можно сказать, повестке дня. Это чрезвычайно важная вещь, и надеюсь, что она не будет иметь такого долгосрочного характера. Всё-таки надеюсь, что нам все вместе удастся двигаться эффективно и менять ситуацию к лучшему. Знаю, что на представителей Народного фронта так или иначе оказывается давление, особенно вот на этом антикоррупционном треке. Конечно, не всем нравится, когда люди говорят открыто, прямо выставляют на показ проблемы, говорят о причинах их возникновения. Ну, вообще, критику, наверное, вообще мало кто любит. Взять каждого из нас тоже. Ну, когда по делу, конечно, это помогает. Но нужно, чтобы люди, которые сталкиваются с этими явлениями, чтобы понимали, что это в конечном итоге всем идёт на пользу. Конечно, на пользу добросовестным людям. Вот это первая часть. Вторая часть касается малого и среднего бизнеса. Мы вырабатываем целую систему поддержки малого и среднего бизнеса и дальше будем это делать. В то же время, безусловно, и представители малого и среднего бизнеса должны вести себя адекватно и честно по отношению к своим партнёрам и, самое главное, к клиентам, гражданам, которые пользуются товарами, производимыми малым бизнесом и услугами, которые малым бизнесом предоставляются. В этой связи вы знаете, что наша налоговая служба проводит эксперимент в ряде субъектов Российской Федерации и принято соответствующее решение о том, как перейти к ситуации, при которой практически каждый гражданин Российской Федерации, если он хочет этого, сможет дополнительно получать информацию о том, какая на самом деле услуга ему предоставлена, либо какой товар он получил. Надо сказать, что эксперимент этот прошёл достаточно успешно, принёс хорошие результаты, соответствующее решение. Я бы предложил, чтобы мы нашу сегодняшнюю дискуссию начали с того, чтобы предоставили слово руководителю налоговой службы, который бы коротко, очень коротко сказал ещё раз, о чём идёт речь, о чём мы с ним договорились, и что будет принято по результатам эксперимента, который проводится в трёх регионах, в четырёх. Конечно, это связано и с новыми кассовыми аппаратами, но, как я уже говорил на встрече с руководителем налоговой службы, расходы бизнеса должны быть минимизированы или сведены к нулю. Это вполне можно сделать за счёт так называемого налогового вычета. Пожалуйста, Михайлович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники, во-первых, то, что Вы поручили, Владимир Владимирович, мы обсудили как с представителями Народного фронта, так и в правительстве, и оформили уже окончательно законодательную инициативу для того, чтобы с 2016 года, буквально с апреля 2016 года, те, кто в добровольном порядке захочет применять инновационные кассовые аппараты, как мы говорили, смогли это сделать. Коротко в эксперименте. Он прошёл в четырёх регионах, было установлено более трёх тысяч кассовых аппаратах. Это город Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Соответственно, возможности, которые мы предоставили, это возможность потребителю, который приобретает товар, получить чек, после этого сразу проверить, такой ли чек соответствующий продавец отправил в налоговую службу и сравнить его с оригиналом. Если есть какие-то вопросы, начиная от того, что компании не существует, товар подменён, то можно в онлайне обратиться в налоговую службу для того, чтобы, собственно говоря, об этом сообщить. Но здесь ещё очень важно то, что для хозяев бизнеса, для тех, кто, собственно говоря, владеет своим бизнесом, появляется замечательная возможность контролировать свой бизнес, а также, кроме того, что контролировать свой бизнес, обеспечить равные конкурентные условия тем, кто в нём участвует. Если кто-то будет потом на рынке продавать товар с кассовым аппаратом и, собственно говоря, с чеком, а кто-то рядом нет, то это, вообще-то, скажем так, несправедливо. Значит, по поводу перехода. Вы сказали о том, что нужно обеспечить его мягко. Значит, мы считаем, что нужно делать это в течение трёх лет. Вначале дать добровольную возможность перейти бизнесу, который готов, потом уже закрепить её законодательно, а к 2018 году уже все, значит, виды деятельности, деятельности, которые так или иначе должны обеспечиваться кассовыми аппаратами, должны быть, значит, соответственно, переходить на эти кассовые аппараты. По налоговому вычету также проработали, Владимир Владимирович. Да, такой налоговый вычет будем предусматривать. Для тех, кто не применял никогда кассовые аппараты, он будет предусмотрен в полном объёме из соответствующих налогов, которые предприятие должно было платить. Вот так в двух словах. Спасибо. 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 Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, ну, во-первых, позвольте от лица активистов проекта «За честные закупки» вас поблагодарить за то внимание и поддержку, которую вы нам уделяете. Но, будем честно говорить, без вашей поддержки у нас вряд ли что-то бы получилось. Но вот перед тем, как мы перейдём к обсуждению тем проекта, позвольте буквально два слова по этой же теме от наших активистов, я имею в виду по той инициативе, которую Федеральная новая служба выставила. Мы внимательно следили за вашей встречей, нам есть что тоже сказать. И я бы хотел слово передать сопредседателю регионального штаба Общероссийского народного фронта по Пермскому краю Дмитрию Сазонову. Добрый день, Владимир Владимирович. Дмитрий Сазонов, сопредседатель регионального штаба ОВНФ в Пермском крае, предприниматель. Ну, действительно, мы внимательно следили за вашей встречей, посетили Федеральную новую службу, посмотрели ту систему, о которой говорил Михаил Владимирович. Ну, так, честно говоря, это очень крутая система, по ощущениям, что, наверное, в мире даже подобное не существует. В чём особенность для нас, для предпринимателей лично? Ну, вот на наш взгляд, что очень важно, вот я произвожу единицу продукции, плачу налоги. Вот в этой ручке есть те налоги, которые выплачены в этой цене. Человек, который не платит налогов, соответственно, пользуется недобросовестной конкуренцией. Для меня, конечно, это очень невыгодно, крайне невыгодно. Такая система позволяет увидеть это. И вот для добросовестных предпринимателей это крайне важно. То же самое касается и проверок. Кстати, у нас очень часто проверки бывают инициируются сейчас, особенно внеплановые, просто по анонимке. Факт подтверждения сделки между клиентами и предпринимателями всегда будет виден. То есть мы сейчас в онлайне можем сразу увидеть. Для потребителя тоже это очень важно. Практически сразу можно в онлайне проверить, там, та ли продукция, экологичная она, или там, не контрафактная ли она. И сразу можно понять, там, это говядина у нас липецкая, или там, это какая-нибудь буйволятина, как вы говорили на встрече, которая пришла там и прошла кордуны наши таможенные, там, не увиденные. И, соответственно, возникает такая среда, доверительная среда между… Те, кто поставляет продукцию подобного рода, они проявляют чудеса изобретательности. Вот буйволять, скажем, индийскую, поставлять из Латинской Америки под видом говядины. Это просто удивительно. Ну, так, то ли возят они, то ли просто по документам проводят. Удивительно. Честно говоря, Михаил Владимирович там показал, как работает система. Ну, она сейчас практически видит там 10 участников этой цепочки всей, которые там поставляют эту продукцию. Поэтому я думаю, что сейчас вот та среда, которая создается, это вообще новая культура, новый формат доверительных отношений и потребителей, и предпринимателей государства. На мой взгляд, по вашему поручению, там, активисты Народного фронта, мы можем это провести, обсуждение с предпринимателями. Вот в январе будет скоро форум опоры России большой. Выработаем встречные предложения, может быть, по тому, каким образом предпринимателям разъяснить лучше, каким образом входить в работу в этой системе. Поэтому вот готовы подключиться и помогать и налоговой службе, и организовать в том числе и общественный контроль с гражданами, которые могут теперь вот там пользоваться простыми гаджетами, QR-кодами и так далее. А какие Вы видите, как в народе говорят, здесь у нас засады для предпринимателей? Ну, в плохом смысле этого слова. То, что недобросовестные предприниматели, которые, по сути, если уходят от налогообложения или занижают незаконным образом налогооблагаемую базу, они ставят вас, добросовестных предпринимателей, в невыгодное положение, потому что преимущество получают незаконные. А вот для добросовестных, для законопослушных предпринимателей, видите ли Вы здесь какие-то сложности и проблемы? Ну, наверное, самая ключевая проблема, которая практически обсуждалась, мы уже предварительно проговаривали с предпринимательскими сообществами, это, конечно, возможность роста издержек, которые здесь предполагают. Ну, вот, на первый взгляд, установка этого модуля, там, современного передачи данных электронной, да, но вот по оценкам налоговой службы у нас вообще идет сокращение издержек ежегодных. По оценкам налоговой службы много там чего можно покритиковать с точки зрения предпринимательства, а вот Вы по оценкам предпринимательства сообщества, если ничего другого нет, то это тогда вопрос только в компенсации этих затрат. И тогда нужно решить, вот этого налогового вычета достаточно, как он должен быть просчитан и в каком он должен быть объеме. Вот, если это так, то это чисто технический вопрос. Мы готовы тогда проработать вместе с налоговой службой, с предпринимателями эти расчеты сделать и дальше реализовать их как проект. Давайте поработайте так, чтобы тоже я видел подход с двух сторон. И в этом смысле общероссийский народный фронт, он не должен превращаться в еще какую-то контрольную новую инстанцию. Нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы это был инструмент народного управления. И он уже таким практически становится или даже стал. И вот это качество народного фронта не должно быть утрачено. Поэтому на проблему нужно смотреть с разных сторон, в том числе и в данном случае со стороны интересов предпринимательского сообщества. А, Михаил Владимирович, как Вы считаете, сколько это примерно будет стоить? Или это закладка в действующий кассовый аппарат, либо приобретение нового? Значит, порядок, который мы считали, это около 20 тысяч рублей в среднем. То есть это и фискальный накопитель, и соответствующий гаджет. Но мы считаем также, что порядок на 30% должно уменьшить то, что сегодня стоит для предпринимателя покупка. Примерно такая вот разница. Еще там есть ряд целых возможных вариантов того, чтобы это делать совсем недорого. Есть, например, такие предложения, чтобы ряд банков российских выпускал гаджеты бесплатно. И за открытие счета предпринимателям давал, обеспечивал таким гаджетам предпринимателей. Вот такая ситуация сейчас. Ну вот нужно эту систему мер поддержки продумать. Причем она должна стремиться к тому, эта система, чтобы расходы предпринимателей свелись к самому минимуму, к нулю, что должны стремиться. Как Вы сказали, стопроцентный вычет. Да. Это мы предусмотрели в проекте закона. Хорошо. Ну тогда вместе с коллегами прошу Вас это довести до конца. Ладно? Есть. Спасибо. Позвольте перейти к темам проекта. Владимир Владимирович, проекту за честные закупки чуть больше двух лет. Если в цифровом выражении это более 160 миллиардов рублей устраненных нарушений при закупках. Это восемь антикоррупционных форумов. Но самое главное, что удалось проекту, это консолидировать вокруг этой темы неравнодушных граждан. Сейчас более пяти тысяч, как мы их называем, народных экспертов, самые активные сейчас здесь присутствуют на встрече. И Вы знаете, вспоминая два года назад, когда мы запускали этот проект, примерно около 80% информации, которая приходила, она была вот с таким явным негативом. А, ну понятно, это снова какая-то президентская история или правительственная. Ну в общем, то, с чем работать не стоит и не получится. Но как только наши активисты на запрос, а все очень просто, на сайт размещаешь информацию, начали получать ответ. Мало того, начали решаться вопросы. Та или иная закупка была, нарушения устранены, появилось доверие. После этого мы пошли в регионы проводить соответствующие мероприятия, и мы их начали приглашать. Когда люди удивлялись, что не фильтруют, не вкладывают никакие, как мне прямо и говорили, бумажки к выступлениям, и давали возможность высказаться, еще больше доверия. Сейчас у нас практически такого негатива на сайте, да и вообще в информационном пространстве относительно этого проекта нет. Проект честный, открытый, и повторюсь, самое большое наше достижение, это то, что у нас есть настоящие народные эксперты, людям, которым не все равно, что будет в России. Переходим к темам. Один из таких животрепещущих вопросов – это закупка предметов роскоши. Я хотел бы на эту тему… Каждый форум… Думаете, что это сейчас актуально? Вы знаете, мы надеялись после первого форума действия, когда вы прокомментировали тему корпоративов, закупку дорогостоящих автомобилей, мы надеялись, что все услышат и поймут. Не все. Вот я хотел бы… Вы имеете в виду предметов роскоши для… Представителями чиновниками, региональными органами власти. Понятно, понятно. Это всегда актуально, согласен. Вот, к сожалению, надеемся, пойдет на спад. После этой встречи хотел бы предоставить слово руководителю проекта за честность закупки Антону Гетто. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. На самом деле, работа активистов делится на два направления. Это борьба с закупками роскоши, расточительством бюджетных средств и борьба с серыми схемами. Это когда недобросовестный чиновник определяет на конкурсной основе не того, кто лучше всех, дешевле, грамотнее построит тот же детский сад или дорогу, или товар поставит, а того, с кем на откат договорился. По поводу серых схем мы с активистами уже целыми блоками такие схемы выявляем. Мы вот такую серую книгу составили. Назвали ее «Серая книга» Остапа Бендера. И в конце встречи, если можно, вам передадим. У контрольных органов она уже есть. Да, стоя один способ недобросовестного разбогащения достаточно быстрого, она есть у контрольных органов. Мы ее даже дарим чиновникам, чтобы не изобретали велосипед, если на этот путь решили стать. И понимают, что уже и наши активисты это все видят, выявляют, предотвращают цифры. Александр Владимирович назвал 166 миллиардов. На самом деле то, что на сайте создана, это простая абсолютно система, инструментарий для любого желающего жителя. Из глубинок идут сигналы, как закупку отменить, которая с использованием серой схемы идет, и помочь тому же даже своему двору не только ямочный ремонт получить, а заложено, когда в этом конкурсе ремонт полной дороги, замена асфальта, освещение, может быть, даже еще лавочки новые устанавливаются. Люди это выявляют, видят и заставляют, чтобы именно это и происходило. Но сейчас хотел бы сконцентрироваться на теме роскошных закупок, расточительства. Продолжают, остаются они в системе. К сожалению, мы выявляем с активистами дорогостоящие закупки автомобилей, корпоративов, чартерных перелетов. Отдельно взятые чиновники позволяют себе слетать из города нашего в Японию и обратно шестером за 10 миллионов рублей. На слайде представлен этот пример. Также точно... За бюджетные деньги? Да, это все происходит за бюджетные деньги. И в рамках индекса расточительности, чуть позже я начну о нем говорить, как раз мы анализируем траты исключительно бюджетных государственных учреждений и госкомпаний, с государственным участием. Поскольку считаем, что даже когда они нам говорят, что деньги не тратят бюджетно, а зарабатывают, мы считаем, что это все равно достояние людей, и рачительно нужно относиться и к ним. Поэтому, когда мы анализируем эти расходы, да, на первом форуме действий в конце 2013 года мы вам показали те же корпоративы. Вы тогда еще назвали такого рода поведение чиновников дичью, и посвятовали им праздник проводить, встречать, но делать это не за государственное, а за свой счет сбрасываться и проводить. Владимир Владимирович, многие прислушались, но, к сожалению, есть и неслышащие. Для таких мы вместе с активистами ведем индекс расточительности. Это такой некий медийный продукт, уже он стал регулярным, мы его публикуем раз в квартал, и журналисты его ждут. Показываем за период времени прошедшей, какие закупки выявлены активистами, и в этом индексе сводим. Попадают туда самого разного рода вещи и автомобили дорогостоящие. На них хочу сконцентрироваться, поскольку это такой некий простой пример. Продолжает беспокоить людей, когда отдельно взятые глава района или управление той же дороги, как у нас был пример с российскими железными дорогами, на этих машинах ездят, а еще есть необходимость строительства тех же дорог. Но когда попадают в индекс расточительности с такими закупками чиновники, они стараются сегодня как можно быстрее из него выскочить. Опять же, возвращаясь к примеру российских железных дорог, буквально недавно попали с дорогостоящим автомобилем, 4 часа понадобилось, чтобы эту закупку отменить. Мы, конечно, приветствуем такого рода действия, но надеемся, как вы и сказали правильно, что скоро у нас не будет вообще фактуры для индекса. Когда была заявка на такую закупку? Это был июль месяц этого года. То есть до назначения нового значения? Это был еще прежний руководитель российских железных дорог. Надеюсь, что, в том числе увидев эту презентацию, уже нынешнее руководство попадать в индекс наш не будет. Госкомпании продолжают шиковать, и верхушку последних индексов занимают именно они. Поэтому, Владимир Владимирович, мы уже неоднократно обращались в адрес правительства с просьбой быстрейшего введения системы нормирования. Я напомню, она должна была вступить в силу вместе с контрактной системой 1 января 2014 года. Это не произошло. Три раза срок переносили. Теперь мы ждем, что она будет введена с 1 января 2016 года. Два постановления правительства приняты, вступающие в силу с января 2016 года. Но мы считаем, что, к сожалению, пока там очень много недостатков. Во-первых, всего-навсего из 30 тысяч позиций, которые сам Минэконом говорит, что существует в закупочном процессе, регламентированы конкретно только 4. Это машины, сотовые телефоны и два вида мебели. Остальные, они просто не прописаны. Одно постановление регламентирует закупки федеральных органов исполнительной власти, второе транслирует на уровень регионов и муниципалитетов. И две госкомпании там, Роскосмос и Росатом. Но даже по этим четырем позициям, по которым все-таки прописали конкретные ограничения планки, допустим, с той же машиной, 2,5 миллиона рублей, это предельная стоимость с 1 января машины, которую сможет себе позволить федеральный министр. Начинают уже сегодня хитрить, и вместо того, чтобы эти машины покупать, они их арендуют. А про аренду ни слова, опять же, в этих нормах не сказано. И как есть у нас пример сегодня Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за два года уже потрачено, оплачено 8 миллионов рублей на аренду дорогостоящей иномарки. Это при том, что бюджет фонда дефицитный, составляет 41 миллиард в этом году и более 50 в следующем. Поэтому мы просто уверены, что нужно как можно скорее разработать более глобальные критерии. На самом деле решить проблему с арендой очень просто. Нужно всего-навсего прописать, что арендоваться может машина стоимостью не выше установленной планки для покупки. И все. Тогда этой проблемы уже, хитрости мы этой их лишим. Очень просим вас поддержать нас в части распространения. Они придумают другие хитрости, но я вас прошу не оставлять без внимания. Попрошу администрацию тогда вместе с руководством правительства довести до конца. Это абсолютно правильная вещь. Абсолютно. И кроме того, если кто-то не понимает, как нужно жить сегодня, и зная уже о принятых решениях, пытается их обойти, нужно посмотреть на персонали. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Эксперты Народного фронта, активисты Народного фронта предлагали неоднократно свою помощь в разработке этих критериев. Есть положительные примеры. Не нужно тоже изобретать велосипед. Есть опыт регионов. В том же Татарстане все прописано и регламентировано. Оттуда просто даже сигналов не поступает такого рода. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы эти поручения были даны и помощь Народного фронта была востребована. Спасибо. Вам спасибо. Я вас прошу, конечно, эту работу продолжать, потому что вот эти художества, связанные с арендой, я же не случайно сказал, шутки шутками. Кто-нибудь еще попытается что-нибудь изобрести? Нужно, чтобы в сознании любого ответственного человека, сейчас не хочу говорить чиновника, потому что это у нас и становится каким-то нарицательным словом, было понимание того, что есть определенные правила, по которым человек обязан жить, если приходят на государственную службу или на муниципальную. И нечего придумывать и хитрить. Нужно просто жить по этим правилам. Или здесь не работать. Вот и все. А то, что вами наработано за последнее время, отдайте, пожалуйста, в администрацию. Мы посмотрим и проанализируем это все еще раз. Хорошо? Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам. Владимир Владимирович, мы по всем вопросам, которые сегодня обсудим, есть соответствующие материалы, исчерпывающие вплоть до внесения изменений в соответствующие нормативные акты. То есть наши эксперты достаточно серьезно подготовились в этом вопросе. Следующая тема. Мы, помимо текущей работы, реагируя на сигналы активистов, также по тем задачам, которые ставят перед нами люди, прорабатываем отдельные большие проекты. Вот 2015 год большой резонанс был по теме особым экономическим зонам. Я хотел бы передать слово Анастасии Муталенко, заместитель, руководитель проекта «За честные закупки». Здравствуйте, Владимир Владимирович. Активисты Общероссийского народного фронта в 2015 году обратили внимание, что особые экономические зоны в регионах работают не так, как об этом написано в СМИ. Особые экономические зоны — это такие площадки, которые должны стать толчком для экономического развития региона, должны быть ему в помощь. Там государство устраивает инфраструктуру, а приходит бизнес, строит заводы, предприятия, создает рабочие места. Мы в этом году с активистами объездили 17 экономических площадок от Хабаровска до Пскова. И я бы хотела вам рассказать то, что мы увидели на местах. Это значительно разница с тем, что мы видим в публичных отчетах. Например, Иркутская область — это особая экономическая зона туристического типа. За 8 лет все, что удалось руководству создать, — это разработать план и концепцию развития за 119 миллионов рублей. Была выбрана для строительства неудачная площадка. Она заболочена и подвержена сильным ветрам. И при этом 3 тысячи рабочих мест, которые планировалось там создать. Их, конечно же, нет, как и нет самой инфраструктуры. — Где-то рядом с Байкалом собрались? — Да, это Иркутская область. На берегу Байкала должна быть туристическая зона, огромные гостиницы. Проект назывался «В гостях у сказки». Но сказки там, знаете, мы не нашли, но искали. — Да, они рождены, чтобы сказку сделать были. — И вот это безобразие длится на протяжении 8 лет, с 2007 года. — А деньги-то они получили, или кроме 119 миллионов ничего не получили? — 119 миллионов они потратили, а деньги были выделены. На развитии 17 особых экономических зон было выделено и выделялось на протяжении последних 10 лет 119 миллиардов рублей. Они были выделены из федерального бюджета. Это я не говорю про региональный. Еще одна особая экономическая зона — это уже Москва. Здесь на протяжении последних 10 лет должен развиваться технико-внедренческий кластер. Вот это предприятие, которое вы видите на фотографии, это центр обработки данных. Предприниматель зашел на площадку и вложил полтора миллиарда рублей. Построил здание, привез оборудование. Но в 2013 году оказалось, что площадка не имеет коммуникации и не может это здание подключить. С 2013 года я могу сказать, что ситуация не изменилась. И его коллега другой, предприниматель, построивший рядом здание за 100 миллионов рублей, сегодня арендует здание бывшей столовой. Там вместе с научными сотрудниками они производят новые платы для электроники. И ультрасовременные лазеры для приборостроения, для двигателя строения. И, соответственно, так как они находятся за территорией особой экономической зоны, они никакие налоговые преференции не получают. Они уже пожалели вообще, что связались с особыми экономическими территориями, потому что за 10 лет они бы уже вложенные инвестиции, получили бы от них отдачу. Сегодня руководство говорит, что будут построены коммуникации, ведут их в 2015 году и в 2016. Но мы увидели на площадке абсолютно скучную стройку, и нам кажется, и в 2016 году эти коммуникации проложены не будут. А по условиям это Московская область должна была сделать? Нет, это федеральные деньги. Там идет совместное финансирование, федеральные средства и региональные. Но заходит бизнес на площадку и строит за свой счет. Он сделал здание, построил, а коммуникации, которые должны были уже быть, согласно планам графика, а план графики меняют каждый год. То есть полгода назад мы видели, что сдача и эксплуатация осенью, а в этот раз мы пришли, и план графика уже был новый, и сроки, соответственно, перенесли. Деньги-то все-таки были получены на коммуникации или нет? И строительством, и развитием, и финансированием занимается акционерное общество, АОС. Оно находится в Москве, и оно получает из федерального бюджета деньги и аккумулирует их на своих счетах. Они получили эти деньги именно на этот проект? Получили. На все 17 экономических территорий получили деньги. Но дело в том, что они по отчетам, которые официальных источников они публикуют, они эти деньги не вкладывают в строительство, а прокручивают в банках. И ежегодно получают по ним депозиты. Последние пять лет прокручивание федеральных средств в банках является основной доходной деятельностью акционерного общества АОС. Причем ежегодно процент по вкладам составляет почти 3 миллиарда рублей. При таком подходе к финансовой деятельности нам удивительно, что на недавнем госсовете к вам обращался губернатор Алтайского края, который просил изыскать 450 миллионов, чтобы наконец достроить ту туристическую зону, которая на сегодня единственная принимает туристов и работает. Не единственная, на Алтае там несколько таких зон. Единственная, которая входит в управление АОС, четыре туристических зоны, из которых Алтайский край на передовой, можно сказать, и то им не хватает финансирования, чтобы до конца достроиться. Это Алтайский край или Горный Алтай? Алтайский край — лидер, Горный Алтай — аутсайдер. Да, но у них там тоже есть. Вот это Горный Алтай, в котором там есть, тоже строится уже 8 лет. На сегодня ноль туристов. В 2012 году там должны были построить в центре туристической рекреационной зоны, должны были построить искусственный водоем. Сама Горная река холодная, поэтому для привлечения туристов планировалось, что это озеро будет прогреваться, и тем самым рядом будут развиваться гостиницы, бизнес, парк аттракционов. Но в 2012 году при строительстве этого искусственного водоема решили сэкономить. И положили пленку в два раза тоньше водой. В два раза тоньше толщиной. И вода ушла? Ушла. Но потом они, по-моему, реконструкцию все-таки провели. Нет, три года они каждый год пытаются залатать глиной дыры, они придумывают какие-то специфические мероприятия, запускают водолазов, но ничего не помогает. Три года подряд, а наполнять озеро можно только осенью. Куда же они запускают водолазов, если там воды нет? Они наполняют его, проводят какие-то работы, ежегодно отчитываются, что они ведут мероприятия по восстановлению. Хорошо вышку не поставили, чтобы прыгать. Они поставили табличку в этом году, они еще раз наполнили, туристы пришли, за два месяца озеро спускает в воду полностью. Но дело в том, что директор, который на тот момент возглавлял акционерное общество ООС, участвовал в торжественном открытии этого озера в наполнении. Когда через два месяца вода ушла, он написал заявление об увольнении. И удивительно, на сегодня возглавил Газпромбанк. Но при увольнении за последние два месяца... Газпромбанк что-то вы... Работает там, у вице-президента, когда ушел. Пока не возглавил, слава богу. И за последние два месяца работы он получил зарплату 3,8 миллиона рублей. Озеро простаивает. Мы встречались с представителями управляющей компании и с Минэкономразвития Республики Алтай. Утверждают, что оно будет восстановленным, потому что без этого озера резиденты, которые начали строительство гостиниц, бросили бизнес свой, разоморозили. Парк аттракционов простоял там три года, заржавел. И тоже сегодня вышел из состава резидентов. И туристов за 8 лет ноль. Миллиард рублей оно стоило, это озеро. Еще одна зона особая, экономическая, но уже портового типа — это Хабаровский край, Советская гавань. Эта территория особого развития действует уже 6 лет. Но что самое удивительное, за 6 лет ни один желающий предприниматель так и не смог получить статус резидента. Это удивительно потому, что на территории особой экономической зоны уже есть действующие предприятия. Но они направляют бизнес-планы в Москву, их долго рассматривают, и к тому времени, когда до них доходит ответ, они уже неактуальны. Им надо снова переделывать график. Один предприниматель ждал согласования в Москве 2 года. После этого он отказался от желания быть резидентом. А сегодняшний один предприниматель, который занимается разведением крабов, продолжает биться, переделывает графики. Но за 6 лет у нас там ноль резидентов. Вот у вас, смотрю, написано, выделено 3 миллиарда рублей, освоено 44,7 миллионов. А остальные эти деньги где? На счетах 3 миллиарда на развитие. То есть они не используются? Они не используются, они прокручиваются в банки на депозитные счеты. Это все та же фермешка делает? Да, это все акционерное общество ООС, которое головной находится в Москве. И более того, когда мы там были с активистами, мы встретили корейского инвестора. Он такой, знаете, настойчивый. Он каждый квартал приезжает в Советскую гавань, чтобы посмотреть, не изменилось ли законодательство. Он ждет, когда он может стать резидентом. У него уже есть план, он хочет строить завод по переработке кальмара. И он каждый квартал приезжает, разговаривает с текущими резидентами, которые пытаются, узнает у них последние новости и уезжает. Ну, потому что он ждет. Это еще одна особая экономическая зона. Это уже Ульяновская область. Здесь, конечно, смелые ребята, потому что они сравнивают себя с особым экономическим территорием в Татарстане, в Калуге. На самом деле, они и рядом там не стояли, потому что то, что мы увидели на площадке, это пять зарегистрированных резидентов, из которых стройку ведут только два. Но как они ведут? Один предприниматель не нашел подключения на площадке и обратился к действующему аэропорту, который находится за территорией особой экономической зоны, и подключился к ним. А другой, который собирается заниматься кабельной промышленностью, вы видите фотографию его будущего завода, попросил электроэнергию у управляющей компании, и ему дали 2 киловатта. Это, видимо, чтобы, может быть, чайник поставить. Потому что для всего остального, чтобы строить завод, он принес несколько дизель-генераторов, подтащил буржуйки и сегодня упорно строит. Один из резидентов, который там сегодня строится и питается электроэнергией с действующей аэропорта... То есть не только корейцы, такие оптимисты, у нас тоже такие ребята есть. Им очень нужен таможенный пункт. Но если мы посмотрим на сайте АОС, там написано, что в 2013 году, согласно условиям развития, таможенный пункт есть, но его нет. А он резидентам очень нужен. Поэтому они согласились строить его в этом году за свой счет. Но ведь они все за свой счет готовы делать, лишь бы получать налоговые преференции, потому что это большое подспорье для развития бизнеса. Вот эти 7 миллиардов, которые выделены из расходов, он только 1 миллиард, а 6 тоже на счетах? 6 продолжают лежать на счетах, прокручиваться. Объем оборотных средств у АОС порядка 200 миллиардов рублей. То есть они регулярно кладут, финансовые средства снимают, прокручивают их. Причем такой деятельностью они занимаются с 2010 года. Такие вопросы у нас возникали и у активистов, и у предпринимателей, которые понимают, смотрят, открывают сайты и видят, что должно было быть выделено 7 миллиардов рублей, освоен один, и причем ни один объект инфраструктуры, ни канализации, ни водоснабжения, ни электросети на сегодня не введены в эксплуатацию. АОС не только размещает средства федеральные на депозитах, не вкладывая их в развитие производства, но еще разрабатывает различного рода сомнительные концепции. Мы у них в открытых источниках нашли информацию, что они разработали концепцию развития двух туристических зон, в том числе в Иркутской области, которую вы видели, за 250 миллионов рублей. Нам и экспертам Народного фронта, и активистам было интересно посмотреть, что же там написано, что до сих пор ничего нет. Мы к ним обратились, просили посмотреть концепцию развития, но нам отказали, ссылаясь на ее секретность. Резюмируя все вышесказанное, Владимир Владимирович, мы предлагаем расформировать АОС. Этим мы как минимум сэкономим 800 миллионов рублей в год, а это у них фонд оплаты труда. А во-вторых, мы считаем, необходимо передать полномочия и по строительству, и по управлению, и в денежные средства, которые предназначаются для развития региона, передать на регион под личную ответственность губернаторов с обязательной публикацией отчетов в открытых источниках и строгом соответствии графикам. Так мы надеемся, мы все-таки особые экономические зоны запустим. Спасибо. А это у нас единственная такая организация, которая... При Министерстве экономического развития. В 2007 или 2008 году раньше было агентство специальное. И первые зоны у нас, кстати, пошли. Липецкая, Елабуга в Татарстане очень хорошо работает, Дубна работает, Томск работает. А потом сделали ОАО. И вот началось. Но это не потому, что ОАО сделали, а потому что там люди такие, видимо, трудятся. Сама по себе организационно-правовая форма, она не должна была мешать реализации этих проектов. Но вы не смотрели, там предусматривалось какое-то региональное финансирование? Да, когда создается региональная управляющая компания, она идет со финансированием регионального бюджета и федерального. Вот что касается Республики Алтай, то там на республиканском бюджете лежат затраты по подведению дороги к территории особой экономической зоны. За счет средств регионального бюджета они отремонтировали аэропорт. Они готовы принимать туристов, но ввиду того, что федеральные средства расходуются... Нет, аэропорт они отремонтировали за счет средств федерального бюджета. Нет, у них там был миллиард рублей, они потратили на то, чтобы отремонтировать аэропорт. Полученный в качестве субсидий из федерального бюджета целевым образом. Но это не важно. Я сейчас о другом. О том, по другим-то объектам предусматривалось региональное финансирование. Оно было обеспечено или нет? Региональное финансирование подразумевалось в процентном соотношении примерно 30 регион и 70 федеральные средства. Вот в Бурятии объем вложенных региональных средств гораздо выше, чем федеральный, потому что они планировали скорее ввести в эксплуатацию особую экономическую зону туристического типа. Там Байкал и горнолыжный курорт предлагалось сделать. И вот региональные средства примерно 50 на 50 на сегодня освоили в Бурятии. Я почему спрашиваю? Сейчас мы, конечно, с этим будем разбираться. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы так глубоко туда забрались. Обязательно разберемся с этим. Вопрос в чем? Будут ли потом ссылаться на то, что они-то были бы готовы вложить, но регион не обеспечил своей долей участия? Вот вы на эту сторону не смотрели? Смотрели. И есть такие особые экономические зоны, где регион уже вложил гораздо больше и ждет финансирования и считают, что для того, чтобы запустить особую экономическую зону, хотя бы выровняйте то финансирование, которое планировалось сделать, а на остальные деньги регион уже даже не претендует? Хорошо. Спасибо. Вы знаете, это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития экономики. Но мы знаем, что во многих странах мира вот эти особые экономические зоны действуют достаточно успешно. У нас их тоже два типа, производственные и внедренческие. Но я знаю, что не все там получается, но, честно говоря, не знал о том, что деньги, которые выделяются федеральным бюджетом на эти цели, вместо того, чтобы вкладывать их в реальное производство и в организацию, в создание инфраструктуры, они просто сидят на счетах и в банках крутятся для получения соответствующих прибыли, непонятно куда идущих. Мы, безусловно, все это проверим. Это очень важная работа, еще и потому, что когда на правительственном уровне обсуждаются такие вопросы, иногда звучит мысль о том, что это вообще не очень эффективное может быть в наших условиях направление деятельности, и не надо этого делать вообще. Конечно, если делать таким образом, то это не надо. А если делать по уму, делать ответственно и рачительно относиться к государственным ресурсам, то наверняка результат будет другой. Мы обязательно и с вашим участием дальше посмотрим, что с этим сделать. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Следующий вопрос – это общественный контроль, качество ремонтных работ. Я хотел бы предоставить слово одному из первых наших народных экспертов. Это Эдгар Петросян, город Волгоград. Вы знаете, только-только начинался проект, он присылал и на сайт, и мне в личную директорию в соцсети. Знаете, даже я со временем привык, утром просыпаюсь, захожу от Петросяна, я с ним не был знаком, естественно, от Петросяна, соответствующее сообщение. И так получалось, что процентов 80-90 информация, оно было достаточно объективным и качественным, поэтому он у нас на этой теме и дальше продолжает работать, и хотел бы ему слово предоставить. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Эдгар Петросян, аспирант Волгоградского государства технического университета и уже почти два года активиста проекта. Как известно, у нас в стороне две беды. Первую мы рассмотрим не в этот раз, давайте. вторая – это актуальная для нашей стороны контроль за ремонтом и качеством ремонтных работ на дорогах и в целом качеством ремонтных работ. Подрядчики обычно выставляют акты выполненных работ, в этих бумажках очень много интересного, конечно, но о качестве там нет ни слова. заказчики, в свою очередь, отчитываются постоянно, что все выполнено в срок и в полном объеме. Приезжают активисты на место, производят фото, видео, фиксацию, и оказывается, что реальность сильно отличается от того, что в документах. Например, у нас в городе есть в Волгограде музей-заповедник «Сталинградская битва», и там на ряд работ было выделено 95 миллионов рублей. По документам все было выполнено в срок. Но лично я обошел все эти объекты, и мало того, что там были недоработки, там качество просто отвратительное. И сзади видно, это одна из лестниц, которая была выполнена по бумагам вовремя, в срок и в полном объеме. Также актуальной проблемой для нашей стороны является наиктуальнейшей. Проблема — это качество ремонта дорог. Это проблемы и Волгограда, и Кирова, и Пермского края, и Свердловская область. Это повсеместная проблема. Вот, к примеру, в Пермском крае в бюджете было заложено более 7,5 миллиардов рублей на ремонт дорог. Но по факту мы видим, то, что увидим на картине, что дороги, как были в ямах, так и остаются в ямах. Бывает, что нам показывают объемы там по 15, по 20 квадратных метров на самом деле делают, а по документам объемы как будто 100-200 квадратов выполнено. И что делать? Для этого, на наш взгляд, есть довольно банальное решение. Сделала работу — сфотографирую. Современные сотовые телефоны позволяют делать фотографии, и это не должно вызывать никакого удорожания, а нам, как активистам вашего движения, было бы легче проконтролировать на всех этапах строительства тех или иных объектов, реконструкции объектов. И поэтому мы предлагаем обязать всех заказчиков, как там, выполненных работ, прилагать фотографии до, во время и после выполнения работ. И ведь, как говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И в сеть выкладываете? Ну, конечно, выкладываете. Вы понимаете, как минимум это можно сделать, и это обязательно, я думаю, что несложно. Вопрос только в том, что прилезать тоненьким слоем, положить асфальт, можно и сфотографировать, что будет на следующий день. Или после зимы, что будет. Вот что важно. Не, а на следующий день может выйти активист, когда увидел, что в сети появилось, и пойти сравнить. То, чем отчитывается, и уже перед фактом ставить, что... Давайте это сделаем. Но я думаю, что этого недостаточно. Ну, это понятно. Потому что даже активист выйдет, посмотрит и увидит, что все красиво. Зима прошла, и все вот так, как на этой фотографии может быть. Вот в чем проблема. Вопрос в качестве. Вопрос даже не во внешнем виде, а в качестве. А это экспертиза более сложная. Вот давайте вот над этим подумаем. Как наладить постоянную, постоянную, качественную, если не полностью профессиональную, хотя бы близкую к профессиональной экспертизе. И недорогую, и не обременительно. Вот давайте над этим подумаем. То, что вот такие вещи, как здесь вот в Пермском крае нарисовано, или показаны на фотографии, они очень часто случаются, известно. Как положить этому конец? Как нам всем вместе выработать такую систему контроля, через которую невозможно было бы перешагнуть жуликам. А что касается внешнего вида, ну хоть это, но давайте это сделаем на первом этапе. Ладно? Но вы не оставляйте вот инженерную мысль на тему о том, как сделать более качественную работу. Ладно? Хорошо. Спасибо. Владимир Владимирович, добавлю, чтобы быть более объективными. Вот я говорил в самом начале, что у нас большое количество народных экспертов. Вы знаете, уже само по себе то, что активисты выходят на объекты, до увидев, что разыгрывается там, допустим, конкурс, фиксируют, размещают в сети, уже создают побудительный мотив для заказчика делать все-таки качественно, потому что уже понимают. Понимают, что какое-то есть внимание к этому, контроль какой-то. Согласен? Совершенно верно. Перейдем к следующему вопросу. Владимир Владимирович, 7 мая мы обсуждали с вами исполнение маястих указов, и вы особое внимание уделили поручению, при исполнении которого должно быть снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Я тогда докладывал по этому вопросу, вы дали соответствующие дополнительные поручения. Мы совместно с Министерством внутренних дел проработали этот вопрос, и я бы хотел предоставить слово Евгению Осиповой, которая у нас данной темой занималась. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Безусловно, всех нас очень волнует проблема смертности на дорогах. Если представить себе, что каждый день мы теряем около 70 человек, безусловно, многое делается. Благодаря майскому указу поставлена задача снизить смертность на дорогах. План правительством разработан снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий. Разрабатывается система публичного мониторинга аварийно-опасных участков на дорогах. Сделано действительно много. Но число погибших снижается медленно. Мы посмотрели, а куда тратятся средства федерального и регионального бюджета, выделенные на программу повышения безопасности дорожного движения. Оказывается, по данным официальной отчетности, большая доля средств региональными бюджетами тратится на приобретение и содержание камер видеофиксации от дорожно-транспортных происшествий, нарушений. Иногда эта доля достигает 80-100%. Иногда это единственное мероприятие в региональной программе. Купили камеру и считают, что обеспечили безопасность дорожного движения. Безусловно, камера играет большую воспитательную роль. Но по сути в настоящее время превращается в коммерческий проект региона. В прошлом году на камеры израсходовали 1,6 миллиарда. Штрафов в региональные бюджеты принесли камеры 44 миллиарда рублей. И эти средства практически не возвращаются в сферу безопасности дорожного движения, тратятся на иные цели. Общероссийский народный фронт реализует проект «Карта жизни». Активисты проекта выявляют наиболее опасные аварийные участки на дорогах России и требуют от власти принять конкретные меры по устранению аварийности на этих участках. Но что мы слышим? Да, мы знаем, участок аварийный, на нем ежегодно гибнут люди, но средств в бюджете нет. Получается, на камеры есть, а на светофоры нет. Может быть, потому что светофоры не приносят прибыли в бюджет. Нам кажется справедливым, чтобы часть средств, не менее 10% получаемых региональными бюджетами от штрафов, собираемых камерами, направлялись непосредственно в программу безопасности дорожного движения на устранение аварийных участков, где гибнут люди. Владимир Владимирович, мы предлагаем эту практику распространить на все регионы. Спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь. Чрезвычайно важная вещь с точки зрения сохранения здоровья. Для экономики очень важно, но и с точки зрения безопасности людей. В среднем до 30 тысяч гибнет. Правда, был момент, когда смертность на дорогах резко упала, слава богу, но потом опять подскочила. Для того, чтобы добиться положительного результата, нужен комплекс мер. Конечно, недостаточно одних камер. Нужен комплекс мер и по воспитанию, и по пропаганде соответствующего поведения на дорогах, по работе с водителями, по работе с пешеходами, по своевременному и быстрому реагированию медицинского характера на ДТП и так далее. Надо работать над всеми этими компонентами, обеспечивающими жизнь и здоровье наших граждан. Безусловно, нужно обеспечивать и финансирование. Давайте подумаем на тему о том, как это сделать. Вы сказали, что во многих местах камеры устанавливаются, они приносят доход, а доход от этих камер, от их использования, точнее, не идут на другие мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на дорогах. Сразу могу вам сказать, мы при разных других проектах, при обсуждении других проектов уже к этому возвращались. Как правило, экономисты, финансисты всегда возражают против окрашивания поступающих денег в бюджет для того, чтобы их в последующем направить на расходы. Расходы должны определяться, исходя из приоритетов муниципалитета, региона либо государства в целом. И, как правило, финансисты не связывают это с конкретными источниками дохода. Вот в данном случае вы сказали о том, что деньги, полученные от использования камер, должны идти на дорожное движение, на обеспечение безопасности. А там, где нет камер? Там что делать? Там что, вообще не направлять деньги на обеспечение дорожного движения? Это безопасность на дорогах. Поэтому вам спасибо, а, за эту работу, б, нужно, безусловно, её продолжать, и, в, давайте вместе подумаем, как сделать вот эти абсолютно необходимые расходы на обеспечение безопасности приоритетными и для муниципалитетов, и для регионов, и для страны в целом. Вместе нужно над этим подумать и подойти, как бы, системно к решению этого вопроса. То, что вы провели эту большую работу, она точно пойдёт на пользу и будет использована. Вот, как сформулировать это решение в окончательном виде? Давайте вместе ещё подумаем. Хорошо? Спасибо вам. Спасибо, Владимир Владимирович. Следующий вопрос, он постоянный, актуальный для общественного народного фронта, для активистов. Это наши взаимоотношения, взаимоотношения между органами власти, региональной власти и независимыми СМИ. Несмотря на то, что мы проводим очень успешно медиафорум уже второй год подряд, тем не менее, мы сталкиваемся с одной постоянной проблемой. Когда наши журналисты, когда независимые СМИ пытаются высветить актуальные проблемы и актуальные вопросы для граждан, не всегда их поддерживают, а очень часто, будем прямо говорить, клеймят оппозиции, и желтой прессы и так далее. Мы бы хотели на наших с вами встречах постоянно как-то поддерживать эту тему и вас информировать о том, как обстоят дела в этом опросе, поскольку вы не раз уже по этой теме высказывались. И Наталья Нестеренко, как раз-таки главная редактор независимого СМИ, я хотел бы предоставить слово. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Наталья Нестеренко, станица Динская, Краснодарский край, главный редактор новой газеты района. Первым делом мне хотелось бы поблагодарить за премию, которую независимые журналисты из всей страны получили в рамках конкурса «За правду и справедливость Общероссийского народного фронта». Многие говорят, что сумма небольшая, 300 тысяч, но лично моему изданию нам это позволило в течение нескольких месяцев оплачивать услуги типографии, которые постоянно дорожают. Это большая проблема. В этой связи мне хотелось бы попросить вас поддержать инициативу, сделать форум «За правду и справедливость» ежегодным, обязательно провести его в следующем году, потому что форум, во-первых, мы независимые журналисты, которые думают не только о тиражах, а о том, чтобы решать государственные задачи, в том числе, которые вы ставите. Для нас этот форум был как признание, поддержка, мы поверили в себя, для нас это очень важно. А где проводили его? В Санкт-Петербурге. В Питере, да? Сколько участников было? Сколько, мне подскажут коллеги? Ну, примерно. Примерно тысяча. Тысяча, да? То есть география такая общероссийская? Со всей страны. Приезжали коллеги со всей страны. Вот мы общаемся, знакомимся, видим, какие проблемы освещают в этом регионе, какие больше в этом. И видим, что независимые СМИ, они сталкиваются примерно с одними же проблемами. Вот вы встретились, поговорили. А результат какой? Ну, во-первых, мы... Вот представляете, независимые в СМИ в регионе. Этот человек воспринимается как, ну, такой, знаете... Я знаю, знаю, как воспринимается. Нет, я почему спрашиваю? Не для того, чтобы вас поставить в какое-то сложное положение. Я хочу понять, как вам дополнительно помочь. Вот вы встретились с коллегами со всей страны. Тысяча человек примерно. Приехали все в Петербург, поговорили о проблемах и разошлись. Вот что нужно сделать для того, чтобы ваши разговоры просто не повесили в воздухе, чтобы я вам смог помочь в практическом плане? А вы имеете в виду деньги? Сам факт участия, во-первых, Владимир Владимирович, для нас очень важно, что мы не какие-то маргиналы, а мы люди, которые помогают вам исполнять государственную задачу. Ведь региональной власти, им нужно отчитаться и сделать вид, что у них все хорошо. И для этого они используют вот именно такие источники, как газеты, которые финансируются из бюджета. А мы, газеты, которые пишем действительно о серых госзакупках, которые мы следим за исполнением майских указов, следим за доступностью здравоохранения. Я все понимаю, я сейчас о другом. О том, вот я бы хотел, чтобы вот эти встречи ваши имели какой-то практический потом результат, чтобы обсуждение не ссылалось просто к обмену той информацией, где и как вас обижают, а чтобы вы вырабатывали какие-то способы, инструменты, меры, защиты независимых средств массовой информации. И чтобы власть на это обязана была реагировать. Вот я хотел бы вам помочь. Поэтому я хотел бы от вас предложений и рекомендаций, как нам защищать вот эту независимую прессу. Я думаю, мы к следующему форуму дополнительные способы разработаем. Но уже сейчас создан Центр поддержки журналистов, который юридически действительно оказывает нам помощь. Вот я сама, когда судилась, они помогали мне, потому что у нас денег на адвокатов лишних нет, когда к нам обращают иски. Потому что в данный момент иски от кого-то, из кого можно обидеть, это один из способов давления на СМИ. Это отвлекаясь от темы. А что касается поддержки, то вот я как раз хотела бы сказать о следующем. Нас, независимых журналистов, которые не пьют чай в администрации, не ставят в известность о том, какие мероприятия проводит власть. Они кулуарно собрались, обсудили все и не советуются с широкой общественностью. Вот-вот-вот. Это было бы прописать определенные правила поведения, которые они должны были бы пополнять, которые бы помогали независимым средствам массовой информации в вашей работе. Вот надо создавать правила общие. Значит, ситуация возникла в жизни. Журналист моего издания обратился в администрацию Денского сельского поселения для того, чтобы получить аккредитацию, для того, чтобы не возникали вопросы, когда он посещает какие-то мероприятия. Глава Денского сельского поселения Шиян Юрий Иванович отказал в регистрации, ссылаясь на статью 48 закона о СМИ. И формально он оказался прав, потому что существует такой у нас пробел. То есть аккредитацию обязаны предоставлять органы государственной власти, а муниципальные органы власти, ничего в законе об этом не говорится. Поэтому мы просим вас внести поправки в закон о СМИ и внести туда норму, которая обязывала бы муниципальные органы власти, аккредитовывать журналистов так, как это делают органы. Давайте согласен. У нас действительно по закону муниципальный уровень власти отделен как бы от государственного. Это понятно. И здесь есть определенный смысл для того, чтобы обеспечить независимость этого уровня управления власти. Мы являемся участниками международных соглашений, которые регулируют деятельность муниципалитетов. Это все верно. Что касается СМИ, с вами полностью согласен. Нужно это продумать и поручить правовому управлению проработать вопрос. Если там нет никаких засад, которых мы можем сейчас прямо вроде и не видеть, но я думаю, что здесь никаких проблем не должно быть, надо это реализовать. Еще что касается, я также являюсь активистом проекта «За честные закупки», который следит за тратами на пиар глав регионов. То есть вообще средства, выделяемые на СМИ, они доходят, сами мы понимаем, до каких средств массовой информации. У меня есть живой пример. Вот такие, у которых на первой странице губернатор или глава местный. Потом рассказывается об их успехах, благодарности от жителей, спасибо, что тротуар отремонтировали и так далее. Вот эти газеты постоянно выигрывают тендеры. То есть все финансирование идет туда. В этой связи мы хотели бы попросить вас подумать, как можно сделать затраты на СМИ более прозрачными. То есть говорилось о том, что они должны стать более прозрачными, и говорилось о том, что затраты на пиар должны быть снижены на 20%, но в итоге мы видим цифру, что на 422 миллиона выросли эти затраты за прошедший год. Знаете, это так вот прямо в голову приходят сходы, что называется. Может быть, это и более тонкая вещь, но это же или муниципальные, либо государственные деньги. И эти деньги размещаются для того, чтобы их разместить и получить соответствующую услугу по освещению деятельности в данном случае соответствующего органа власти и управления. И все подобные траты, в принципе, должны тратиться прозрачно, а значит, на конкурсе, точнее, на аукционе. Вот эти вещи, может быть, надо продумать. Давайте вместе вот в этом направлении поищем решение. Да, но хотелось бы понимать, вот, допустим, вот статью, на которой первая в полосе губернатор, ее редакция просто любит губернатора или это оплачено? Я понимаю, здесь можно даже не углубляться в эту тему. Важно, что это же услуга. Ведь органы власти и управления должны заниматься не самым пиаром, но они должны информировать население о том, что делается. Совершенно очевидно. А это услуга, которая закупается органам власти. А деньги, если они тратятся на товары или на услуги, они должны тратиться прозрачным способом. Самый прозрачный способ – это аукцион. Давайте подумаем вот в этом направлении. Я не говорю, что прямо это такое решение сейчас, но я здесь не вижу никаких сложностей для организации подобного рода мероприятий. Спасибо большое. Спасибо вам. Владимир Владимирович, не могу не дополнить Наталью. Вы сказали, что нужно еще сделать. Вы знаете, крайне важны медиафорумы с вашим участием. Нам потом журналисты, когда они приезжают в регион, вы говорите, что происходит. К ним, знаете, у нас многие вещи в ручном режиме. К ним меняют отношения. На всякий случай лучше Бог с ним пусть пишет. Не будем его трогать. Может быть, он и на следующий год поедет и снова будет иметь возможность выступить. Это первое. Второе. Мы все-таки, Российский народный фронт, создал некую инфраструктуру поддержки. Это, в первую очередь, правовая поддержка. Мы стараемся защитить каждого журналиста, и это у нас получается. Поэтому, безусловно, есть правовые меры, как решать эту проблему. Но ваше участие, ваша поддержка для журналистов – это огромное поспорье. Предлагаю перейти к следующей теме. На прошлом форуме действий вы поддержали нашу инициативу по типовому проектированию. Много работ уже сделано на федеральном уровне, министерствам. Но, тем не менее, проблемы остаются и, на наш взгляд, неэффективно продолжают тратиться средства. И на эту тему я хотел бы попросить сказать Алексея Даутова, также заместителя и руководителя проекта «За честные закупки». Здравствуйте, Владимир Владимирович. Тема действительно не новая, уже типовое проектирование мы обсуждали на площадке фронта. Действительно, когда государство строит детский садик, школу, больницу, логично и разумно предположить, что каждый новый объект не будет проектироваться с нуля, а будет использоваться то, что уже сделано, то, что уже оплачено. И только оплачены будут услуги в привязке к местности, как говорят строители, то есть к соответствующей инфраструктуре. И на форуме действий мы приводили пример Ивантеевка и Железнодорожный, два района Московской области, где в Железнодорожном построили, точнее спроектировали детский садик за миллион семьсот тысяч, а в Ивантеевке соседней точно такой же за восемь миллионов по непонятным причинам. Вы тогда как раз обратили внимание на этот пример и даже приводили его на заседание коллегии счетной палаты в этом году в январе. И благодаря вам, благодаря поручению, эта работа сдвинулась с мертвой точки. И вот, как, к сожалению, часто бывает, она встала на середине. Постараюсь сейчас объяснить, что произошло. С одной стороны, Минстрой создал реестр типовых объектов. И следует отдать должное, реестр работает, наполняется. Может быть, по каким-то критериям быстрее, по каким-то объектам медленнее, школ там меньше иногда не хватает, но здесь это рабочие моменты. На федеральном уровне правительством сделаны все шаги, чтобы использование типовых проектов стало обязательным, когда тратятся федеральные деньги. Это в программах новых, старых, уже прям заложено, зашито в программы. Программа школ, которая стартует в 2016 году, там прямо указано, что типовые объекты. Как только мы переходим на уровень региональный бюджет, муниципальный бюджет, госкорпорации тоже строят, и госкомпании строят социальные объекты. Все, там вот никакого правового поля, никаких требований, такая вот дикая история совершенно. Делаешь что хочешь, покупаешь что хочешь. Они делают и покупают, что, собственно, хотят. А мы, как проект, получаем сигналы от активистов, что здесь ценник завышен, здесь непонятно, какая схема использована. Мы провели мониторинг по детским садам. Взяли 2014-2015 годы и ряд регионов. И посмотрели проектирование детских садов. Нам попал в нашу выборку примерно на миллиард рублей. Так вот из этого миллиарда 500 миллионов, половина, это закупки нетиповых проектов. А это значит, в свою очередь, что из этой половины, из этих 500 миллионов, 330-350 миллионов, они просто потрачены, выкинуты на ветер. Приведу конкретные примеры, чтобы не быть голословным. Ногинск, 4 детских садика, типовой проект, 140 мест в каждом садике, 26 миллионов тратится. Типовой проект, как я уже сказал, не применяется, не применяется проект повторного применения. То есть просто 4 раза одно и то же купили, а могли сэкономить 12 миллионов. Камчатка, Камчатский край, Минстрой Камчатского края, региональная программа развития образования. Тоже 2 детских садика покупаются. Первый проект детского садика покупается за 12,5 миллионов рублей. Второй проект покупается за 18 миллионов рублей. Садики, опять-таки, одинаковые, 150 мест каждый. Заказчик один, регион один. Вот уже 5,5 миллионов разницы, но она необъяснима с точки зрения здравого смысла. Если бы использовались типовые проекты и там, и там, то мы бы получили экономию в 17 миллионов. 17 миллионов, если взять опыт железнодорожного, можно 10 садиков спроектировать. Ну, чтобы садиками не ограничиваться, вот еще совсем свежий пример у нас по школам. Краснодар, местный бюджет, проектирует школу за 8,7 миллионов рублей. В это же самое время в Карелии, поселок Ледмозера, в котором, очевидно, нет таких денег, как в бюджете Краснодарского края. Он эту же школу, те же, вот прям один в один, 300 учащихся, 6 тысяч квадратных метров, прям идентичные требования, находит в типовой библиотеке Минстроя, привязывает, что называется, к местности и проектирует за 2 миллиона рублей. Это вот при том, что в Карелии как бы грунты посложнее, то есть все это понятно. Четыре разницы, четырехкратная разница. Резюмируя. Вопрос стал на половине пути, его нужно довести до конца, любое дело, как вы сказали. Мы понимаем, что, да, безусловно, существует определенная процедурная история, связанная с тем, что там региональный бюджет, муниципальный бюджет нельзя прям сразу приравнять к федеральному. То есть это нужно определенную правовую работу провести, но эта работа возможна, на наш взгляд, и она должна быть сделана. Поэтому мы предлагаем обязать заказчиков всех уровней, когда строятся социальные объекты, применять типовые проекты. Если это осуществляется за средства регионального бюджета, муниципального, тем более госкомпании, госкорпорации. В августе этого года мы направили письмо в правительство Российской Федерации с этим предложением. Ответа мы не получили, и поэтому, учитывая важность этой проблемы, в очередной раз просим вас помочь нам и дать соответствующее поручение. Спасибо. Действительно, экономия могла бы быть колоссальной, если бы использовать типовые проекты. Отговорки здесь простые, и наверняка вы с ними знакомы. Каждый типовой проект можно применить конкретной местности. Вот об этом как бы речь. Но это, как правило, речь должна идти о местностях, далеко друг от друга расположенных и находящихся в разных климатических зонах. И в соответствии с этим могут быть свои требования. Одно дело построить на крайнем севере, а другое дело в Краснодарском крае. Но то, что вы привели, это как раз всё наоборот. Можно было предположить, что в Карелии будет в несколько раз дороже, чем в Краснодарском крае. Поэтому здесь есть явная, конечно, заинтересованность. И лазейка в нерациональном использовании денег, лазейка коррупционной составляющей. Будем вместе с вами дальше, и у меня есть основания полагать, что мы это додавим, продвигать с этой полдороги, до которой мы дошли, до конца. Обязательно это сделаем. У вас это сформулировано тоже, да, предложение? Да, конечно, конечно. Когда вы в правительство направляли эти предложения? В августе этого года, 5 августа, если не ошибаюсь. И тишина, да? Ну, пока да. Понятно. А куда конкретно в правительство направляем? Куда? Хорошо. Я с ним поговорю сегодня. Спасибо. Владимир Владимирович, следующий вопрос. Единая информационная система. Первый номер 2016 года новый ресурс должен заработать. Безусловно, это мозги основа всей контрактной системы. И, безусловно, наши эксперты, которые работают в этом направлении, обеспокоены. А будет ли она работать вообще? И обеспокоены теми средствами, которые на, так сказать, апгрейд, как говорят айтишники, были потрачены. Я бы хотел предоставить слово по данной теме нашему активисту из Кемеровской области Максиму Чватову. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Максим Мачватов. Я член регионального штаба Народного фронта Кемеровской области и руководитель социального проекта «Открытый город». Вы знаете песню «Человек из Кемеров?» Вот это я приехал, наконец-то добрался до Москвы. Хотелось бы поднять действительно острую тему, такую, связанную с механизмом государственных закупок. У нас есть сайт закупки.gov.ru. То есть мы здесь все активисты проекта «За честные закупки». То есть это наш основной инструмент. Мы им пользуемся ежедневно. И этот инструмент, он на текущий момент работает с такими значительными сбоями. То что-то там подвисает, то что-то тормозит. Бывает вообще там дня по три, по четыре не работает вообще. Табличка такая «Приходите там через три дня». Это, конечно, очень сложно. И нам сложно представить, что, например… Есть другие таблички. «Приходи за деньгами вчера». Это вообще уникальная вещь. У вас еще до этого не додумались, но к этому можно прийти, если не контролировать то, что происходит. Пожалуйста. Нам сложно представить, что на промышленном предприятии приходит рабочий на завод. Там висит табличка «Нет электричества, приходите там завтра, например». Хотя за полтора года, за тринадцатый и половина четырнадцатого года на поддержку этой системы, на ее эксплуатацию было потрачено один миллиард рублей. Мы считаем, что это достаточно серьезная сумма. И на смену этой системе должен прийти новый портал, вот эта единая информационная система. С 1 января 2016 года. Уже один раз откладывали ее запуск. Стоимость этой системы – 200 миллионов рублей. Мы неоднократно писали в Министерство экономического развития что, когда, в каком виде. Вот у нас даже есть ответ. Летом отвечал Минэконом. Здесь написано. Формирование таких систем занимает длительные исторические периоды. Так в США первый федеральный закон о госзакупках был принят в 1792 году. Начало формирования контрактной системы в США было положено в начале 20 века. Ну, мы, конечно, не то что поражены, то есть, ну, это просто жесть какая-то. Так вот, и на текущий момент происходит что? Мы уже в сентябре, отчаявшись, написали письмо в правительство. И в ноябре нашим экспертам наконец-то решили показать эту новую единую информационную систему. И когда мы ее показали нашим экспертам, оказалось, что решили ее нам показать на бумаге в виде картинок. Информационную систему. То есть, как бы, нам это вообще сложно представить. Представьте, вы просите, покажите новый разработанный корабль в России. Вам говорят, вот, Владимир Владимирович, фотографии, смотрите. Отличный вообще подход. Текущая система, несмотря на то, что она уже модернизируется, там есть много недочетов. То есть, по сути, мы вот все эксперты, когда работаем с системой, можно сказать, что мы считаем на счетах. Тут цифра не отображается, там аналитики нет, предупреждение серых схем, про которые коллеги говорили. Давно можно все автоматизировать, ничего не происходит, ничего пока не работает. Естественно, мы обеспокоены. Сейчас начали происходить некие изменения с этой системой, но по нашему мнению, по мнению наших экспертов, это просто смена таблички на заборе. Забор остался, табличка поменялась. Сейчас будут закупки 2.0, например. И нашу обеспокоенность вызывает то, что ни нас, общественников, ни какое-то там экспертное сообщество, скажем так, не привлекли к этой работе, хотя мы неоднократно писали, предлагали свою помощь, говорили, ребята, вот смотрите, мы уже все давно вычислили, давайте мы вам поможем. Но на самом деле ничего вот не произошло, и поэтому мы предлагаем, здесь еще есть такой нюанс определенный, методологию разрабатывала Минэкономразвитие, реализацию производит федеральное казначейство. И когда мы начинаем задавать вопросы, иногда складывается такая ситуация, что одни направляют к другим, другие направляют обратно, и конкретного ответственного-то нет. Вот, и поэтому мы предлагаем две таких, ну достаточно, мы считаем, нормальных инициативы. Первое, это все-таки назначить ответственным Минэкономразвитие, это раз. И второе, это создать определенную экспертную группу и общественно включить туда наших экспертов с общероссийского народного фронта, для того, чтобы эту систему, так сказать, протестировать, продумать, и министерство попросить, если они готовы взять на себя, скажем так, принять решение с нового года, да, мы вводим, мы гарантируем, система заработает, вопросов нет. Либо перенести этот срок, мы предполагаем, что система не совсем готова, на 2017 год, в течение последующего года уже провести совместную работу и запустить полноценно нормальную, достаточно мощную систему. Спасибо. Я думаю, что это реализуемые предложения. Я с Улюкаевым переговорил сегодня с министром экономического развития. Он человек достаточно здравый и специалист хороший на самом деле. Это, конечно, отдельная тема, такие информационные системы. Отчасти они правы, конечно, что такие системы, это, в общем, долгосрочная такая задача. Ее нужно применить к нашим условиям, к нашим возможностям. Это правда. Но это совсем не говорит о том, что нужно сидеть и ждать, пока исторические условия созреют. Надо работать над этим, двигаться вперед как можно энергичнее. И действительно, если вы чувствуете, что, а, есть рассогласованность на бюрократическом уровне, то это нужно свести в один орган, который бы занимался этим вопросом. Наверное, Минэкономразвитие – это та инстанция, которая и должна заниматься подобными вещами. Что касается создания единой рабочей группы, это тоже правильно. Если у вас есть хорошие идеи, нельзя месяцами заниматься отписками. Я с Алексеем Валентиновичем переговорю. Уверен, что мы это сделаем достаточно быстро. Во всяком случае, группу рабочую создадим быстро. Посмотрим, как у вас вместе получится. Хочу пожелать вам успехов. Очень важное направление работы. Потому что, если мы хотим, чтобы у нас государственная машина функционировала быстро, эффективно, прозрачно, то, конечно, без создания подобных систем не обойтись. Она нам крайне нужна. Правда. Спасибо большое. Владимир Владимирович, важнейший вопрос. Российский народный фронт в этом году вплотную занялся темой экологии и защиты леса. Был создан соответствующий центр мониторинга. Этот год, к сожалению, был богат на события такие тяжелые для региона вокруг Байкала и для леса. И у нас есть по этой теме соответствующие выступления и предложения. И нашему активисту Любовь Аликина я хотел бы предоставить слово. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Любовь Аликина, город Иркутск. Активист общественного мониторинга экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта. Как иркутянка, большой патриот нашей родины и своей малой родины Иркутской области, я хотела бы поговорить сегодня о Байкале, о его сохранении для России и будущих поколений. К сожалению, сегодня Байкал очень болен. И если сегодня не принять срочных мер, Байкал превратится в болото. Ему нужна помощь. В 2011 году лимонологи, лимонологические ученые нашего лимонологического университета, ой, института на Байкале забили тревогу о том, что в береговой полосе Байкала начала появляться такая ничито-синий-зеленый водоросль, спирогира. Да, я знаю. Пленочкой закрывая все, она делает вот... Да, я знаю. И губка погибает, эндемики погибают. Это большая наша сегодняшняя воля проблема. Министерством природы было разработано в 2012 году принято федерально-целевая программа по сохранению озера Байкал на 2012-2020 годы. 57 миллиардов заложено на реализацию данной программы. Но, казалось бы, вот она, помощь Байкалу пришла. Нужно радоваться. Байкал спасен. Но на 2015 год программа неэффективна. Она не работает. Почему? Те деньги, которые, миллиарды заложены в данную программу, почему-то направлены в первую очередь на мероприятия, которые не улучшают сегодня экосистему озера Байкала. Они направлены, например, на укрепление берегов Иркутского водохранилища за 460 миллионов рублей. Да, необходимо проводить эти работы. И берега водохранилища Иркутского нужно проводить. Но кем? Энергетиками, Росгидро. Те, которые и должны за это отвечать. Это сфера ответственности их и совершенно из других источников. Строительство производится в первую очередь сейчас административно музейного комплекса национального парка Тункинский за 37 миллионов. Но почему именно сегодня и в первую очередь они? Из этих денег? Из федеральных средств. Да, то есть это первоочередные почему-то задачи, а не те, например, которые направлены на ликвидацию свалок. На 2000... Там дело не только в свалках, вот в таких, которых вы показываете. Там дело в сельхоздеятельности, особенно на другом берегу от вас. Да, да, ну вот, например, по поводу мероприятий, которые должны проходить в рамках этой программы. В 2013-2015 года заложено 500 миллионов, но на сегодняшний момент ни одного полигона мусорного, ни мусороперерабатывающего комбината нет. А вообще до 2020 года заложено 7 миллиардов рублей. Когда они будут делать? Сегодня это все убирается силами волонтера. Так, с 5 по 9 июня уже 4 года сподряд на острове Ольхон местным жителям Надежды Николаевой проводится праздник чистоты. Туда съезжаются волонтеры, в том числе и за границей, из разных регионов. И люди убирают за летний период до 170 тонн мусора. Вот такие люди сегодня очищают. Наверное, и надеются они на то, что очистят волонтеры Байкал от мусора. Да, это большая экологическая проблема сегодня озера. Очистные сооружения, которые находятся в береговой полосе вокруг Байкала, они сегодня неработоспособны и даже вредны в том состоянии, в котором они сегодня находятся, потому что именно через них проходят неочищенные стоки, непосредственно напрямую попадая в воды Байкала и рек. Это нужно тоже очень срочно решать. Пожары 2015 года более полтора миллиона гектаров байкальского леса, в том числе и Национального природного парка и заповедника Иркутской области, в том числе и Бурятия у нас горела, а сейчас горят и торфяны, у нас пожары очень большие, с подснега идет дым. Уничтожаются леса. Сегодня в экосистему Байкала входит в том числе не только озера, реки, но и лес. Леса сегодня на территории города Иркутской области 89%. И почему-то все считают, что леса много и можно его уничтожать бщадно. Уничтожается ежедневно, в том числе он уничтожается черными лесорубами. Это большая проблема нашего региона. В том числе уничтожается посредством санитарных вырубок, когда вместо горелого больного леса уничтожается, вырубается деловой лес. В том числе и через серые схемы переводятся лесные массивы федерального значения, таким образом у нас на картах появляются белые пятна. А фактически это лес. И лес становится все меньше около населенных пунктов, в том числе и города Иркутска. Сегодня большая проблема возникла с сибирским кедром. Несвоевременные мероприятия, не умения, а может быть и нежелания, а может быть и не успели, не определили от чего стал погибать кедр. И сегодня золотой пояс России от Тункинской долины, это Бурятия, через Иркутскую область до Красноярского края сибирский кедр погиб 85%. Наша рабочая группа выезжала на территории, где погибли эти деревья, черные деревья с опущенными ветками, без иголок, стоят на протяжении многих километров. И сегодня нужно очень срочно вырубить этот погибший лес и провести лесовосстановление. В первую очередь, конечно, установить, от чего он погиб, а затем провести лесовосстановление. Сегодня Общероссийский народный фронт и я, как в том числе участник за честные закупки, направлял в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письма. В том числе и говорили о том, что просим предоставить государственный доклад о состоянии озера Байкал и мерах на его охрану за 2014 год, которые выполнены в рамках реализации федеральной целевой программы охраны озера Байкала. То есть те 57 миллиардов, которые сегодня есть, но они почему-то не реализуются. Горит лес, вырубается лес, высыхают реки, уровень Байкала падает, экология у нас ухудшается. Это очень сильно видно. Кстати, Николай Дроздов об этом сейчас говорил. И мы сегодня просим, хотелось бы вас попросить, я вас прошу, Владимир Владимирович, зная ваше серьезное отношение к экологии, объявить следующий год, а возможно и последующий, годом леса в России. А на следующий год, в 2016-м, провести еще один общероссийский народный форум по экологии и защите леса непосредственно с вашим участием. И если это будет на Байкале, будет здорово. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы занимаетесь таким очень нужным делом. Сначала несколько слов о Байкале. Уборка мусора и создание производств по его утилизации чрезвычайно важная вещь. Согласен полностью и нужно этому уделить нужное внимание. Но все-таки основная проблема это сельхозработы, химия при производстве сельхозработы и прежде всего на обратной стороне от вас Байкала в Бурятии. Здесь нужен целый комплекс мероприятий, связанных с применением соответствующих удобрений при проведении сельхозработ. И, как мы понимаем, это масштабная задача. Тем не менее, что касается понижения уровня воды, то это связано с природными явлениями, прежде всего. Что касается первоочередности принятия решений, вы здесь абсолютно правы. И коллеги наши, которые занимаются этими вопросами и в распоряжении которых находятся деньги, выделяемые из федерального бюджета, должны определиться с приоритетами. Нужно, конечно, не второстепенные задачи решать, а первостепенные, даже если на первый взгляд там недостаточно ресурсов для решения всех вопросов одним ударом, что называется. Все равно нужно разработать план графика, работать системно над решением главных проблем. Обязательно об этом поговорим. Теперь, что касается леса. Я не могу с вами согласиться. Я часто передвигаюсь по стране, как правило, на самолете либо на вертолете. Я же вижу, что происходит. Вы правы, там целые участки. уничтожены, а лесовосстановления не видно. Поэтому я вас прошу продолжать эту работу. Б, давайте разработаем систему предложений, что нужно изменить в нормативной базе и в административном регулировании. Если нужно ужесточить ответственность за незаконные вырубки и за все, что связано с этим видом бизнеса, часто очень, к сожалению, достаточно криминальным. Я попросил ваших предложений. Что касается объявления года или следующего, либо 2017 года, годом леса, конечно, это хорошо. И мы подумаем, когда можно это сделать и чем наполнить эти мероприятия. Очень бы хотелось, конечно, с удовольствием проведем это и часть мероприятий проведем и в Иркутской области, или в Иркутске. Надо только, чтобы это не было разовым мероприятием. Пришли, поговорили, разъехались. Но нужно подготовить серию мероприятий подобного рода, с тем, чтобы страна обратила на это самое серьезное внимание. Нужно подумать над совершенствованием законодательства, нужно посмотреть, как работают принятые ранее решения по поводу аренда лесов и так далее. Вот над чем надо подумать. Как обязать лицопользователей восстанавливать то, что они вырубают и так далее. Это комплекс вопросов целый. Конечно, и Министерство природных ресурсов имеет такое поручение, но поскольку это имеет безусловно общенациональное значение этот вопрос, то без таких, как вы, без помощи общественности, без помощи граждан, которые заинтересованы в сохранении природы, здесь точно совершенно не обойтись. Я вас прошу подойти к этому профессионально, настолько, насколько это возможно, с ваших позиций. Мы это обязательно сделаем. Спасибо. Спасибо вам. Владимир Владимирович, следующий вопрос. Тема, которой также занимается Общийский народный фронт, это программа энергоэффективности. Я бы хотел предоставить слово Владимиру Млынчику, предпринимателю Санкт-Петербурга. Он расскажет, что происходит в этом направлении. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Меня зовут Владимир Млынчик, я предприниматель Санкт-Петербурга, основатель собственной компании «Квадроэлектрик» и активист Народного фронта. И прежде я хочу сказать, я вчера вечером с гордостью прочитал про операцию наших вертолетов, которые спасли летчик, и я хотел сказать, что очень много можно говорить о борьбе с терроризмом, а можно действовать. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо, прежде всего, тем людям, которые проводили эту операцию. Они рисковали своей жизнью, и вы знаете, что один морской пехотинец погиб, при этом спасая своего боевого товарища. Вот они настоящие герои. Сегодня я хотел бы поговорить о такой непростой и важной теме, как энергосбережение и энергоэффективность. Если, в принципе, в каждом коттедже и квартире стеклопакеты, счетчики на электроэнергию наводят уже норма, то в бюджетных учреждениях все обстоит не так хорошо. В 2009 году правительство приняло 261 закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В соответствии с ним за 5 лет мы должны были достичь экономии 15% и по 3% в год. Вот если я посчитал цифры, если мы за год сэкономим 10% от всеобщего электропотребления, мы высовываем 300 миллиардов рублей, а это половина затрат на стоимость чемпионата мира 2018 года. Как сказал философ Вольтер, не бывает больших дел без больших трудностей. С 2009 года на обязательные энергопаспорта, на энергоаудит выделено 9 миллиардов рублей. И по итогам энергоаудита бюджетного учреждения компания-подрядчик должна сделать энергопаспорт, потом сдать этот энергопаспорт в Министерство энергетики для регистрации. Так вот, на сегодняшний день 51% паспортов принят, а 49% не принято. То есть, по сути, 4,5 миллиарда рублей они просто выкинуты на ветер. Я хотел сказать, как выполняется энергоаудит. Я сам 7 лет занимаюсь электроэнергетикой, сам в том числе выполнял энергоаудит. И тут два варианта. Либо он выполняется формально, то есть, без выезда специалистов студентами, либо же он выполняется качественно с приборным обследованием, но он не нужен заказчику, то есть, бюджетному учреждению. Я хочу привести пример. Вот мы выполняли энергоаудит одного бюджетного учреждения, и мы сделали три коробки энергопаспорта, прописали мероприятие, разработали, пришли главному инженеру, принесли эти три коробки, он посмотрел, открыл шкаф, говорит, грузим сюда, мы поставили, он закрыл, говорит, ну все, до свидания. Я говорю, а вы читать не собираетесь то, что мы там написали? Он говорит, а зачем? И вот я хочу сказать, что вот в этом законе и не предусмотрено того, что эти мероприятия нужно внедрять. Или нужно их внедрять, но непонятно, кто отвечает за их внедрение. Володя, вот смотрите, вы к кому пришли главному инженеру? Да. Принесли три коробки, да? Вы представляете, он бы читал до Нового года и не прочитал бы, наверное. Поэтому нам нужно все вместе подумать на тему о том, как сделать работу подобного рода эффективной. И вашу работу, и государственных структур, и точно совершенно энергоэффективность одно из ключевых направлений развития страны в целом, её экономики. Весь мир над этим работает, и мы работаем тоже над различными источниками энергии, над снижением затрат. Мы привыкли энергозатратно действовать. У нас и самолёты, и поезда раньше ходили, и самолёты летали, не задумываясь над темой о том, сколько мы тратим керосина авиационного, корабли, ходили по морям и океанам, тоже не задумываясь о том, какие дизеля там работают, электричество, тепло у нас, на распашку все дома. Никто не думал над тем, что человек прошёл, автоматом электричество должно в коридоре выключиться. Конечно, это чрезвычайно важная вещь, но мне бы хотелось, чтобы и ваши предложения были технологичными. Мы сейчас как раз к этому и переходим. Да, как раз к этому и переходим. Ещё небольшая проблема, это как раз ценообразование по энергопаспорту. То есть в Министерстве энергетики не было разработано ни сметных расценок, ни как считать цену энергоаудита. И мы буквально с другими подрядчиками сами обсуждали, а как ты считаешь цену, а я так считаю, я так. И в итоге можно было энергопаспорт заказать за 50 тысяч рублей или освоить полмиллиона на него, обычной школы. Я хочу ещё сказать, что сам... И что с этим делать? Что ещё? Да, вот что с этим делать? Можно было так, а можно было так. Можно разработать типовую стоимость, так же, как с проектированием. Так, как с проектированием. Да, типовую стоимость паспорта и типовой паспорт. И у вас это прописано? Есть у вас предложение? Да, предложение. Я хочу ещё сказать, что вообще по закону второй этап предусмотрен, это выполнение энергосервисных контрактов. Вот это классная тема, это получается, есть бюджетное учреждение, есть банк, есть компания энергосервисная. И абсолютно без затрат бюджетных средств энергосервисная компания, беря кредит в банке на модернизацию этого оборудования в бюджетном учреждении, получает деньги с экономии, гасит этот кредит, получает себе прибыль. То есть получается, можно реконструировать всё энергохозяйство наших бюджетных учреждений, просто разработав финансовые инструменты у банков и защитив энергосервисные компании от каких-либо неплатежей стороны бюджетных учреждений. Я вообще хочу ещё так отметить, сама идея энергоэффективности и дух этого закона 261, они очень положительно повлияли на отрасль. То есть я сам видел молодых людей, активных людей, которые с азартом, с огнём в глазах взялись за этот энергоаудит, за энергосбережение, за реформирование нашей страны. И действительно, суперская идея, это энергоэффективная экономика, она будет конкурировать с другими странами, себестоимость производства уменьшится. Вот у нас есть два предложения правительства. Первое предложение, это всё-таки сделать типовые цены на энергоаудит, потому что законам предусмотрено каждые пять лет проводить энергоаудит. А второе предложение, это реформировать... Типовые цены сделать? Ну, типовой энергопаспорт с ценой на этот энергопаспорт. То есть школы стоят 50 тысяч рублей, детский сад 30 тысяч рублей, там большой университет миллион рублей. Ну, нужно, наверное, какие-то такие объективные критерии, потому что школы тоже разные бывают. Естественно, в разных регионах и на разное количество людей. И есть у вас предложение, да, вот по этим объективным критериям? Вот мы просим нас подключить к реформированию этого закона и реанимированию. Всё-таки закон должен быть... Кто этим занимается у нас в правительстве? Минэнерго? Минэнерго, это закон Министерства энергетики, Министерство энергетики отвечает. Я поговорю с Александром Валентиновичем, с Новоком, переговорю с ним, обещаю вам, точно и совершенно точно они вас подключат. Спасибо. Ну и завершение. Вот был у закона стресс-тест. Закон этот стресс-тест не прошёл, но нам надо совместно его реформировать и идти в светлое, энергоэффективное будущее России. Хорошо. Но это с тем же ведомством. Хорошо, ладно, договорились. Спасибо большое. Но я уже совершенно серьёзно, мы с вами понимаем, насколько эффективно. Вот Володя сказал сейчас об этом. То есть, насколько это важно. Это другая жизнь, другая экономика, другая страна, энергоэффективность. Это другой уровень производительности труда. Одна из важнейших задач в экономике – повышение производительности труда. Без энергоэффективности невозможно решить эту задачу. Считаем, что мы договорились. Всё, что есть положительное у вас, надеюсь, будет воспринято в Министерстве энергетики. Хорошо? Спасибо вам. Владимир Владимирович, у нас много ещё, конечно, вопросов. Но хотел бы один очень важный вопрос, который вы отметили в своём выступлении, завершающий. Это как раз-таки давление на активистов. Общевоссийский народный фронт, какой бы проект он ни реализовывал, и в каком бы формате мы ни задавали вопросы региональной власти или нашим уважаемым министрам, не всегда встречает конструктивную обратную связь. И, знаете, одно дело, когда споры или напряжения идут вокруг одной из тем, например, проектированных, то, что мы сегодня сейчас обсуждали, а другое дело, как вот у нас совсем недавно, значит, в Пермском крае, в общем-то, при достаточно таких внутренних кадровых, решениях кадровых вопросов, тоже возникла некая турбулентность, и возник, в общем-то, конфликт, поэтому коллеге своему из регионального штаба Пермского края хотел бы передать слово по этому вопросу, если позволите. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович. Представлю сначала. Геннадий Сандырев, юрист, город Перма. Я, как и моя коллега Елена Владимировна, только что избранной сопредседателем Пермского регионального народного фронта, мы в своей работе, я возглавляю рабочую группу «Общество и власть», которая как раз занимается взаимоотношением между обществом и властью, важное направление в работе народного фронта. Елена Владимировна контролирует образование и культура направления. Здесь тоже достаточно много серьезных глобальных вопросов, проблем, недостроенные школы, нехватка мест в детских садах, заработная плата учителей. Пермский край поднимал как раз эту тему. Елена Владимировна, еще будучи директором одной из пермских гимназий, озвучивала эти темы и раньше, поднимала их на уровне правительства, на уровне администрации города. К сожалению, поплатилась за это своей должностью. Была уволена по статье без объяснения причин. Это прошлое, сейчас это активист Пермского регионального отделения Народного фронта. Так сложилось... Бюрократы делегировали к нам эффективного человека. Да, мы этому очень рады. Так сложилось, что в Пермском крае на протяжении длительного периода времени в Народном фронте был только один сопредседатель, хотя вы знаете, что должно быть их три. По объективным причинам один ушел работать в правительство в должность вице-губернатора, второй, к сожалению, известный кардиохирург Сергей Германович Суханов у нас скончался этим летом. И мы долго шли к выборам сопредседателей. И вот на начало ноября у нас состоялся, вернее, штаб. Вроде бы должно было быть все хорошо, но случилось то, что случилось у нас в регионе. Еще задолго до штаба, за несколько дней, начали поступать из краевой администрации звонки в адрес будущих кандидатов-сопредседателей, членов регионального штаба, активистов Народного фронта с какими-то предложениями, рекомендациями, еще что-то. Звонки были даже в Центральный исполком. Единственная цель этих звонков была не допустить нас с Еленой Владимировной к выборам в должности сопредседателей Народного фронта. Причем причина не объяснялась. Но, скорее всего, мы так подразумеваем, что это все было вызвано нашей достаточно активной жизненной гражданской позицией, потому что, как я уже озвучил, те вопросы, которые мы конкурируем, контролируем в Народном фронте, они очень злободневные, они животрепещущие. И мы не стесняясь ставим эти задачи и проблемы перед органами власти. Тем не менее, несмотря на ни на что, выборы все-таки состоялись. 7 ноября у нас прошел фронт. Штаб Народного фронта в Пермском крае мы выбрали рейтинговым голосованием из пяти кандидатов, двух сопредседателей, которые набрали большее количество голосов. Казалось бы, все хорошо. Дальше должна быть конструктивная, позитивная работа на решение тех задач, которые вы, как лидер, перед нами ставите, совместно с краевыми властями. Но уже на следующий день начались звонки, вызовы и приглашения в кабинеты достаточно высоких чиновников с предложением о добровольном снятии себя полномочий и сопредседателей Народного фронта. Мало того, данные звонки были не только нам, такие звонки и предложения были другим, членам регионального штаба, активистам. Некоторые, к сожалению, не выдержали. Была созвана конференция под эгидой администрации, пресс-конференция под эгидой администрации губернатора, на которой активисты наши не совсем хорошо высказались о том штабе, который у нас прошел в выборах. Со мной вообще произошла достаточно детективная история, по-другому я ее даже назвать не могу. Меня поймали по дороге в отпуск в Москве, в московском аэропорту, и представитель администрации Пермского края в городе Москве попросил меня подписать заявление о усложжении себя полномочий сопредседателя Народного фронта. Это раз. И второе заявление в средства массовой информации с тем, что я призываю сделать то же самое свою коллегу, уважаемую Елену Владимировну. Я отказался подписать данные. Когда вы сказали, что я призываюсь, я решил, что он на сбор вас призывает. Нет, я уже отслужил. Он мне все-таки вручил на дорогу документы, сказал, подпиши, подумай. Но я был вынужден выключить телефон, потому что звонки продолжались. Несмотря на это, давление на сегодняшний день не стихает. По имеющейся у нас информации, представители администрации и края ведут работу в правительственных органах, чтобы нарыть каким-то образом компромат. Не только на двух новых сопредседателей, но и на того сопредседателя, который у нас существует и действует уже два с половиной года. Может быть, вас местами поменять? Вас туда направить? В губернию? В администрацию губернатора? А их на ваше место? Мы готовы рассмотреть предложение. Мы знаем, что ведется в дальнейшие переговоры с активистами регионального штаба с той целью, опять же, чтобы провести перевыборы и избрать, так называемые, лояльных администрации губернатора, сопредседателей. С какой целью это ведется, непонятно. На мой взгляд, власть не понимает самого главного, что неважно, в должности ты сопредседателя, в должности ты руководителя рабочей группы, штаба, либо ты простой активист, ты все равно со своей жизненной гражданской позиции не сойдешь уже. И в любом случае, говоря, опять же, про коллегу, Елена Владимировна, не будучи еще членом Народного фронта, не будучи сопредседателем, поднимала эти острые вопросы и всегда ставила их не тем ребром, видно, для власти, которое хотелось бы. Хотелось бы предложить, да, в качестве примера привести еще один достаточно вопиющий, на мой взгляд, случай. Елена Владимировна, на сегодняшний день у нас работает помощником ректора Пермского государственного университета, руководство по, опять же, указанию администрации губернатора Пермского края, предложило ей конкретный выбор. Либо Народный фронт, либо работа в УЗИ. Здесь конкретный вопрос возникает, Владимир Владимирович. Как быть нашему активисту, которого сама же власть, по вашим словам, нам и делегировала, да, работать. Но я на самом деле хочу попросить у вас сейчас поддержки не только за нас. С Еленой Владимировной мы выдержим, мы справимся с этой проблемой. Я хочу попросить поддержки за всех активистов и Пермского края, регионального отделения штаба, и за активистов из других регионов. Потому что мы знаем, что аналогичное давление, может быть, не такое, какое-то другое, с другой стороны, оно имеет место во всех регионах, фактически во всех регионах Российской Федерации. Это, наверное, не есть хорошо, потому что власть не должна вмешиваться в общественную деятельность. Спасибо. Спасибо. Знаете, что в этой связи хочу сказать? У нас с вами нет задачи, как когда-то в одной из стран говорили, ударить по штабам. У нас нет задачи развернуть охоту на ведьм. У нас нет задачи раскачивать госаппарат. В административных органах в большинстве своих работают порядочные, дисциплинированные и эффективные люди. Но жизнь сложна и многообразна, как говорил герой известной книжки. И она диктует намного того, что на первый взгляд, казалось бы, не должно попадать в сферу нашего внимания, потому что она порождает много проблем. Все мы должны понимать, что если мы хотим эффективно решать задачи, которые стоят перед страной, то сделать это силами одних административных структур невозможно. Административные структуры все-таки живут по своим законам, по своим правилам и часто очень не чувствуют остроты проблем, которые перед людьми стоят. И, понимая это, они должны опираться на тех людей, которые сейчас работают в таких общественных движениях, как Общероссийский народный фронт. Потому что, по большому счету, и по-серьезному, у всех у нас общая задача сделать жизнь людей лучше. Те, кто не понимают этого, те, видимо, не очень понимают своих задач и не соответствуют тем местам, которые они занимают. Что касается вашего конкретного случая, то я думаю, что мы здесь с этим разберемся. и, безусловно, вас поддержим и поможем. Но я хочу, чтобы вот то, что я сейчас говорю, было услышано не только в Пермском крае, но и во всех субъектах Российской Федерации, во всех муниципалитетах. Чтобы и административные структуры, руководители всех уровней это понимали и ненавязчиво вас поддерживали, не вмешиваясь в вашу работу, но чтобы и чтобы активисты Общероссийского народного фронта понимали, что ценность вашей работы в значительной степени связана с вашей независимой позицией. Без нее такая структура, ну, если не структура, то такое движение, как Общероссийский народный фронт теряет смысл. Ждать какой-то особой поддержки со стороны административных органов не нужно, но важно, чтобы они не мешали. Вот здесь Володя из Питера вспомнил сегодня про наших военных, про наших летчиков, которые борются с терроризмом. Они действительно герои. Но я не хочу проводить никаких параллелей. И, видимо, особого героизма от активистов Российского Народного фронта не требуется. Но не скрою, что, когда я слышал некоторые доклады, некоторые сообщения, информации, я думал о том, как вас защитить. И не только от административного произвола, но и от возможных криминальных проявлений. Но в любом случае та работа, которой вы занимаетесь, требует определенного мужества. Мы, безусловно, будем вам помогать. И я желаю вам этого мужества. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.